Ребятушки, привет! Здравствуйте, привет! Как видите, ни одного знакомого лица практически здесь нет. И сегодня здесь я собрал новых Амкаловцев, новички, которые будут помогать Амкалу выигрывать МКС. И сегодня они здесь будут участвовать в шоу «Слабое звено», которое мы делаем совместно с нашим партнером в компании «Теннис и Бэд». Возможно, вы знаете Степу в банке. Ты самое слабое звено. Прощай! Возможно, вы знаете Эрика Профиг. Давай, Эрик, до свидания, ты самое слабое звено. Далее, друзья, по списку это люди, которых вы, возможно, еще не знаете, но обязательно о них еще услышите, так как они, я уверен, что покажут себя и на МКС, и на МПЛ, и, может быть, даже в душе. Илья Шурыги! Человек замечательной фамилии. Что больше? Больше, 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 пожалуйста, давай! Никита Кашаев! Человек с фамилией как у арбитра, но судить здесь не надо, чувак. Ставлю пеналь. Вася, к счастью, не Маврин, а Лёвин. Соответственно, я бомбанул. Дима Кузькина! Мы все ждем, что он нам сегодня покажет, где же Кузькина мать. Мы с тобой им покажем Кузькину мать. Киряков, Сер, Сергей! Правильно! Это был ролик у Феди, где мы снимались на сборах. Сер и типа гей. И вот так пошло-пошло-поехало, да. Помимо вот этих замечательных ребят, в сегодняшнем выпуске помогать мне будет еще вот этот прекраснейший браслет. Huawei Band 7. Пользуюсь им для отслеживания состояния здоровья и физической формы своей. Между прочим, она у меня в последнее время все лучше и лучше. И об этом я узнаю в том числе благодаря этому браслету. Он легкий такой, невесомый. Я его не ощущаю практически на запястье. Когда спать, ложусь, не снимаю даже. С нулевого угла! 10 секунд на ответ. Амкал и Тудроц в своей истории провели 4 матча. С каким счетом закончился последний матч в истории Амкала и Тудроц? По пенальти вроде была завершена игра. Так, у тебя еще есть 5 секунд, тебе нужно дать... Ну и мы говорим про основное время. А, про основное время. Да, ну вот тебе надо дать... Ну, 2-2. Итак, твой ответ 2-2. 2-0. Это было в финале МКС прошлого... Да, галочку тоже. Там никакой пенки, ничего не было. Так, друзья, давайте-ка я напомню, кто это такой. Сергей! Серд? Сергей! Правильно! Сергей! Сергей! И еще один вопрос! Этот вопрос уже звучал на самом деле, в выпусках «Слабого звена», но сегодня здесь новички, поэтому назови, пожалуйста, полностью фамилию, имя и отчество главного тренера Амкала и его помощника. Время пошло. Что, пока я не подписываюсь? Да, да. Все, я подкину. Да, осталось ответ. Ответ. 10 секунд, то вышли! 10 секунд, то вышли! Не знаю, не знаю. Ну, давай попробуем, что мы знаем. Давай хотя бы разберемся, что мы знаем. Тебе бы, да, Кашель? Михалыч. Это кто? Главный или нет? Главный. Главный. Так, а помощник? Да, я не знаю. Вот у каждого из тренеров есть имя, отчество, фамилия. То есть всего шесть составляющих. Ты из шести знаешь одну, Михалыч. Да. Как ты думаешь, давай попробуем решить, что это такое вообще. Это имя может быть, отчество. Отлично. Это правильно. Это отчество нашего второго тренера, а зовут его Андрей Михалыч Макаров. А фамилия и имя отчества главного тренера Денис Иванович Зубко. Ну это нормально, это нормально. На самом деле нет. Ну чего обижаться, ничего страшного. Лонгшот обычный. Ай, забей! Илюха! Да у нас денег нет. Надо выбрать. Давай, мы должны их разъебать. Надо разъебать, сейчас, 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 сейчас все будет, это первый удар всего. Давай, пошел, пошел, пошел. Дмитрий, Дмитрий Маликов. Можно просто кукер. Можно, Кузя? Хорошо, позвоните, Кузя. Уважаю. И еще один вопрос. Что такое? Подожди. Сколько гимнов было в истории Амкала? Написано, записано и исполнено. Ну, в Амкала были гимны. Вот. Может быть, гимн. У тебя осталось 3 секунды на ответ. И твой ответ. Один. Один гимн. Отвечает. Дмитрий. Это Амкал, руки на стол. Это красно-черный на строк. Ну, Степа уверен, что 3 гимна. Он вообще повернутый идиот. А на самом деле было 2 гимна Амкала. Либо да, 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 либо нет. Локшот с слабой ногой. Первые 500 рублей в балл. Кроссбар. Решай ты. Либо я сейчас разбегусь и как вообще сумасшедший ударь на силу. И, может быть, подумай. Либо так, типа, на точку. Нет, как Жоржини. На натуре хочешь так делать? Давай. Тоже панки сенатор. Ой, 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 ой. Блядь! Зато я пообещал Витычу. Я это и сделал. С центра поля вверх. Что так сильно? Начекались головой 15 раз у Никитоса. Голова немножко кружится, да? Да, голову мне вообще почистить надо. У меня тяжелая она. Строится по цепочечку дальше наш уважаемый Сережа. Центра поля вверхом, пожалуйста, повторите. Вы кто такие? Вы кто такие? Лонгшот слабый, да? Хорош! Вопрос? Да, блядь, я тоже думаю. И я, и Жека Спиряков, мы оба за всю историю Амкала, мы забивали за Амкала. Такое было. Федя! Димка Егоров выскакивает один на один, но не бьет, а дает Женьке Спирякову. А вот забивали за Амкал Александр Моменко. Время пошло. Не подсказывать. Ну, тут у тебя как бы 50 на 50 просто. Время вышло. Отвечаем. Нет. И это правильно! Ну, тут, конечно, была в некоторой степи, можно сказать, подсказка, да? Потому что Саня Моменко... Ну, вы вдвоем забили, да. Типа, как Саня Моменко забьет Амкал. Реально, это неудачник же по жизни, блядь. Ебать, да пошел ты на это. Играем, играем. Строят цепь, они как будто бы в доме 2, они строят эту любовь. 15 клевых людей на проекте дом 2. Лонгшот слета. Мне пишут иногда, откуда у тебя столько классных унижений для этих непонятных участников. А я вам отвечаю. Это все из моего телеграм-канала Фидоса. Перед каждым выпуском я туда пишу. Мы сегодня снимаем с такими-то, такими-то замечательными ребятами. И подписчики телеграм-канала Фидос накидывают туда свои гениальнейшие классные шутёки. Я ими всегда пользуюсь. Ну, а если унижение подписчика попало в выпуск, то его аватарка и никнейм появляется на экране. В общем, в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал. Переходите, подписывайтесь и тоже участвуйте в съемках слабого звена. В первом раунде вы положили в банк 500 рублей. 500 у вас подвисло, решите, что с ними делать в следующем раунде, но уже без кого-то одного. Иммунитета нет ни у кого, поэтому давайте-ка узнаем, кто вы все такие. Кто из вас после первой тренировки Амкала несколько раз в душе уронил мыло, потому что думал, что здесь в команду попадают так же, как он попадал до этого во все другие команды? Ну, в Роме так было. Пришло время проголосовать и узнать, кто, по вашему мнению, самое слабое звено. Сергей, Киря, Серега, Кашай, Эрик, Кашай. Ну что? Ничего не получилось. Нет, подожди секунду, сейчас я поговорю. Мне просто интересно, приятно ли тебе сейчас вот так, когда я стою и не могу вспомнить твое имя? Как считаешь? Приятно ли будет тренером Амкала, когда они посмотрят этот выпуск? Как известно, хотя нихрена тебе неизвестно, ты просто самый ноунейм и мог быть прийти сюда и здесь сегодня доказать, что ты чего-то стоишь. Хотя чего ты стоишь, даже Амкал взял тебя бесплатно. Амкал тебя взял, а я дальше в слабое звено не беру. Ведь сегодня ты здесь в самое слабое звено. Прощай! Я думаю, рано меня выгнали, сейчас бы подзаработал бы пацанам хоть денег. Вот так, что мне расстраиваться, посмотрим сейчас, как что будет. Ну что, друзья, у вас в банке 500 рублей, еще 500 рублей подвисло. Первым номером вам Амкали, конечно, буду я. Да, а сейчас Эрик начинает. Какой первый номер? Господи, почему он умеет говорить? Это так обидно. Эрик, что 500 рублей подвисло, что ты строишь? Банк, конечно. Банк? Косарик есть! Косарик есть! Косарик есть! Вы посмотрите, а! Вы точно играли в футбол когда-то? Вам платили зарплаты хоть раз в жизни? Просто косарю так радоваться? Косарь, бля! Иначе работает. Ну что это такое? Вообще не виделся с заданиями. Ну, не сложно. Внутри слезки. Лонгшот с наката. Очень удобная передача. Финальти пяткой. Ну смотри, сейчас я тебя забью. Да? Ну ты, у тебя и лонгшот был обычный, ты забивал очень хорошо его. Ну подержи. Туда его! А я уже отвернулся! Пошел, бля! Играем дальше! Хорош! Тысячу пирсот, я тебе застрелили. Тебе надо попросить вопрос. Вопрос опять? Назови футболиста РПЛ, который в некоторый промежуток времени играл за Амкал. А сейчас играет в РПЛ. Время пошло. А, это который в Воронеже, фамилия... Пять секунд. Фамилию я не помню. А, Иван его зовут. Ну, давай, попробуй, попробуй сказать... Он играет в Факеле, раньше играл в Бонкале, до этого в Красавию был, правильно? Это он? Да. Вы знаете, я сделаю так, честно. Мне кажется, что это здорово. Видно, что человек следил, необязательно помнить все имена, я засчитаю этот ответ. Я чисто от себя, просто человеку реально третий вопрос достается. Это и будет честно, на мой взгляд, потому что, ну, он точно понимает, о чем речь. Это Мотя, Матвей Ивахнов, не Иван, а Ивахнов, Матвей Ивахнов. Настолько честный мир получается? Закидываем в банк, это значит, что 2 500 в банке. Действительно лонгшот. Рандом от Степана, пожалуйста. А что, они садятся вообще? Они? Да. Ну, садятся, но очень редко, очень редко. Их вообще хватает прямо на очень долгое время. Я спокойно могу пользоваться всеми абсолютно функциями, которые у них есть, для отслеживания важных данных всех. Вообще не беспокоясь о том, что зарядка может сесть. Нет, ну иногда садятся, при этом что, у них есть функция беспроводной зарядки. Мне очень удобно. На ночь кинул, к утру зарядились. Краснота. Выход 1 на 1. Это уровень. О, от риски отходят. Это уровень никуда не годится. Продолжай строить цепочку, Эрик, я думаю, да? Да, да, да. Пожалуйста. Лоншот слета. Не плохо. Ай! 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 Вопрос. Да что ж такое? Почему вам так везет эти вопросы? Вопросы? Амкал уже много лет играет в форме одного технического спонсора. Это Adidas. Но самая первая форма у Амкала, которую он начинал играть, была другой фирмы. Какой фирмы? Амкал уже была та самая форма. 10 секунд. Пошли. Тихо, 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 тихо. Я увижу подсказку, если то будет не засчитано. Время вышло. 10 секунд. Пожалуйста. Ну давай скажем. Умбра. Умбра! Ответ! Кашая. А ты знаешь, да, Степ? Дэмидж, мне кажется. Нет. Первая форма была... А? Пума. Еще? Патрик, может быть. Вообще никто не угадал. А первая форма была... Кипста! Никто не знал даже этого. Лонгшот слабая ногой. Флюгла! По воздуху, по воздуху зашло. Играем дальше. Играем дальше. Тенниси! Это наш партнер, он замечательнейший. Полторы тысячи у команды подвисает, очень приличная сумма. Лично ты получаешь косарь от тенниси, но эти бонусы еще могут появляться в течение всего выпуска, так как у тенниси не единоразовый бонус, а бесконечный. Сколько у вас было? Две пятьсот? Четыре тысячи рублей в банке у этих замечательнейших ребят. Лонгшот слета. В этом раунде вы положили в банк три с половиной тысяч рублей, хотя могли положить 13 тысяч. Иммунитет у Димы Кузькина, против него голосовать нельзя. Кому? Жека Савин нассал в тапки, чтобы зарядить их. Кто завел собаку, потому что когда собака заведена, ее приятнее трахать. Пришло время проголосовать и узнать, кто, по вашему мнению, самое слабое звено. Кошай. 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 Илюха. Степа. Брат, просто. Я просто. Герман нанял тебя для того, чтобы ты помог нам на МКС. И знаешь, обычно наемники берут за это деньги. Я ничего не беру. Ты взял за это в рот. Посмотрю на тебя, вспоминай, где я видел это лицо. Это то самое лицо, которое запрещено даже на пачках сигарет. Кто ты вообще такой? Кто? Петя, Саша, Гена, Вася. Кто? Хотя, впрочем, уже не важно. Знаешь, кто ты? Ты самая слабая звена. Прощай. Ну что вы, не футболисты выбили футболиста. Посмотрим, что они смогут заработать. У вас осталось пятеро, а скоро не останется в МКС ни одного. Но сейчас мы о слабом звене, поэтому давайте продолжим третий раунд. Начекайте своей замечательной головой 15 раз. Армянин без армянских танцев. Куда? Я вот так чекаюсь. Продолжаем играть, пожалуйста. Фенальти пятка. Давай, давай. Туда его! Мы сохранили деньги. Сабильность признак мастерства закидываем сюда. 5500 банка. Тенниси! Не кинул пак, это уже трешечка была бы. Но тут что можно сказать. 500 рублей у команды подвисает, 1000 рублей, Димон, получаешь лично ты, ведь это бесконечные бонусы от нашего партнера компании Тенниси. Тогда дальше, да. Дальше. Начеканить головой 15 раз. Поехали! Банк. Целевый угол. продолжаем это ты решаешь сам ты не должен советовать живи своим умом или еще раз с нулевого угла а что-то дальше не строишь ну конечно так интереснее и тебе достается пинатью иммунитет если я не ошибаюсь если бы вы строили цепь максима нет вы бы сейчас набрали у вас 6 повторений вы бы сейчас построили максимальную цепь и было бы 13000 рублей и раунд бы кончился но вы немножечко назови пожалуйста год когда была создана команда герман которая сейчас носит название омкал год он гений вопросов но тут красавчик и тут красавчик вопросов нет но смотри тебе надо ответить сейчас 2018 правильно правильно да правильно тут я про я помню что что она мне сейчас надета до 2018 год и 500 рублей у тебя тоже иммунитет у нас остается вася и стёпа да кто-то займет а кто-то нет и сейчас без голосования дальше строишь пенальти выдумал велосипед и дюша меня переиграл легко съеден лонгшот стаката стёпа спокойно иммунитет получает и за такой пенальти отправляюсь в номер отдыхать я отправляюсь домой что такого не было кстати вот в истории чтобы на этапе на этапе этого раунда такого раннего достаточно все заработали иммунитета кроме одного дурочка хотел спросить хотел спросить поинтересоваться а у тебя родители не фермеры откуда в те столько дерьма на самом деле конечно для поднятия медийности хотели взять левина из интернат но приехал какой-то левин из интерната хочется сказать убирайся туда обратно в интернат но не забудь одну штуку очень важно ты сам слабая звена вращай сам финальти не забил начал выдувать думаю сейчас федя а федя встал ну так какой как не в футболе стоит если приклеился выйти пацаны выигрывают радуйся за пацанов эрик говорит что он продолжает нажимает кнопку рандома эрик у тебя выпадает лонгшот слёта дорогой мультурмаль ай вопрос для ильи шурыгина трижды было шоу хочу вам как всего у этого шоу было пять победить за всю историю сколько из этих пяти победителей сейчас остались вам калия время пошло никто не подсказал время время от не он смотрит прям туда глаза ответил на вопрос ведь это всего лишь два человека филы млечный да действительно а были также победить на первый сезон саша бортник и андрей клок и второй сезон это саш ковальт ну и правильно все шутки про отсосы они очень приветствуются в комментариях конечно и дэнчика дэнчика вообще в первом же выпуске тур 0 а он сейчас сам калам ездит я себя чувствую такое на самом деле мне нечего сказать пенальти слабой ногой думаю что раунд идут уебищные я закинул банк 10 500 банки вопрос сейчас на сборах ты вместе с амкалом на сборах расскажи пожалуйста сколько всего сколько сборов было в истории амкала сколько раз амкал не считаете считаете вместе с этим тогда подожди время или тенина ты сразу готов отвечать я больше не вспомню дальше ну давай время идет на эти трое сбора в питере были и это очень уверенно очень уверенно правильный ответ тебя по нему и пустим давай пенальти как он поймал говно лысое почему все переклади 3 приклади собрал это слабой ногой блять кончат с накаток финайте работа может быть сейчас единством того будет иммунитет я не забью работа у вас в банке десять с половиной тысяч рублей хотя могло быть уже 52 тысяч рублей наконец-то ни у кого нет иммунитетов каждый может голосовать против каждого кто просто понюхав анус собаки может узнать что за порода кто супермаркете на вопрос вам пакет нужен всегда говорят да конечно мне на лицо же надеть надо кто настолько ноунейм что даже родители до трех лет не могли придумать ему имя пришло время проголосовать и узнать кто по вашему мнению самое слабое звено илюха дима ничего личного дима если бы ты проголосовал за илюху то у вас было бы 22 и вы бы поспорили в дополнительном раунде но вместо как как ты мог до этого догадаться ты все свои мозги оставил в вопросах сегодня мне кажется что димону стоит немножечко побриться а то у германа уже анус немножко раздражен вот это вот ну правда вообще на самом деле димон ты настолько ноунейм что даже какого-то персонального хейта на тебя никакого нет единственное что точно абсолютно известно это написано во всех энциклопедиях мира на всех заборах и даже самолеты на небе это выписывают дмитрий кузькин ты самая слабая звена прощай могу сказать одно было очень интересно к сожалению несправедливо вылетел голосование было рандомное так бы поборолся за первое место и забрал бы все деньги спасибо всем у вас банки к этому раунду 10 половин тысяч рублей хотя могло быть уже 52 тысячи ну и ладно хрен бы с вами удвоим все что вы заработаете в этом раунде а это значит что 26 тысяч вы можете положить в банк если полностью выстрелить всю цепочку начинаем с эрик а пенальти пяткой сэрик а ну Да нет, все равно. Зачекать головой 15 раз. Будете круче броков и попробуете выстроить цех? Нет, 3000 до хуя, 3000 до хуя в банк. Банк? В банке 13 с половиной. Видел в теннисе, как осталось? Там центра поля верхом, но перед этим ненадолго теннисе остановилось. А ты продолжил? Нет. Нет, ты в банк занес? Да. Ну надо было продолжать. В смысле? Он же Сыкло. Всем привет, друзья, с вами, как обычно, я, Степа Фанки. Это было и выше, и мино. Привез подряд генати пятый. Да сука, что так тихо? Геннадий Рабонный, ну я рад, что у вас в этом раунде хоть пошла говнакус из моего телефона. Ну так твой иммунитет мой, ребята. Я продолжаю. Роншот обычный. Сука. В этом раунде вы положили в банк 3 тысячи рублей, хотя могли заработать 26 тысяч. Иммунитет у Ильи Шурыгина. Против него голосовать нельзя, он уже в финале. А это значит, что пришло время узнать, у кого после тренировок болят не ноги, а очко. На фоне кого игроки вибраниума, легенды медийного футбола. Пришло время проголосовать и узнать, кто, по вашему мнению, самое слабое звено. К сожалению, Эрик. Да, к сожалению, все, другого выбора нет. И что же скажет нам наемник? Это Эрик. Падла. Пожди, брат, ничего лишнего, ничего лишнего, брат. Ты настолько скучный, что на фоне тебя даже влоги на спорте, это очень интересно. Это хорошо. Никто понятия не имеет, на самом деле, кто ты такой, только я знаю и я вам скажу, запомните это. Эрик, самое слабое звено. Прощаюсь. Не, ну Шурыга просто... Он говорит, что он хотел слабого соперника, но сейчас увидишь, ты проиграешь просто. Пенальти, лонгшот и выход один на один у вас по три попытки. Кто забивает больше, тот побеждает и забирает сегодня 13 500 рублей. Это, кстати, всего на 4 тысячи меньше, чем можно получить бонус на сайте приложения Тэнис. Там до 17 500 рублей. Пенальти. Петит, не уверен, но петит. Лонгшот. Петит, блядь. Один-один и действительно два раза от рук ротаря мудака забили. Лонгшот. Сука. Лонгшот. Здорово, здорово. Лонгшот. Что там, Флаба бьет, блядь? Если ты сейчас не забьешь, то ты проиграешь. Очень важно, что тебе выпадет сейчас. Волнуешься? Волнуешься. А че он? Вот смотри, давай проверим, волнуюсь я или нет. У меня обычный пульс. Обычный пульс, видишь? Huawei Band 7 предоставляет профессиональные советы по тренировкам, позволяя пользователям регулировать интенсивность и время тренировки, ну и улучшать их эффективность. Круто? Ну, мне нравится. Он очень волнуется, друзья. Мы не можем, к сожалению, измерить ему пульс, потому что у него такого замечательного браслета нет, как у меня, но поверьте мне, он волнуется. Барон, нужно срочно с человека. Давай, давай, давай. Кому ты попробуешь, блядь. Лонг шоот. Футболисты, блядь, или где? Блядь, как же обидно, блядь, проиграть вот этому, блядь. Шурыгин, Шурыгин. Что-то знакомое, да? Да, на языке вертится. А, ты опять, получается, пришел на вписку и опять тебя отымели. Весь твой футбол сегодня был, ну, был на донышке. Вот такой вот. Ты настолько дырявый защитник, что это Степе сегодня за изнасилование тебя могут дать в итоге 8 лет. Ты самая слабая звена. Прощай. Шоу очень, на самом деле, очень понравилось. Вот. Так, не ожидал, что мне попадется два лонгшота. В принципе, пенальти я забил, но лонгшоты. Мы защитники, у нас игра простая. Я еще покажу, на что я способен. Все, спасибо. Это никто не ожидал, но это случилось. Я в шоке, абсолютно. Степа Фанки. Человек, который, казалось бы, реально не... Да, видимо, футболочка Антона Кленова тебе сегодня помогла. Степ, ты забираешь 13 500 рублей. Поздравляю тебя с победой. Приз в шоу «Слабое звено» также нам обеспечивает наш партнер, компания «Теннис». За что им большое спасибо. А еще ты отправляешься в один из суперфиналов, вот как всем этим замечательным господам. Серега Киряков, потому что люди ж не знают, пока все такие здесь дорисуем, где-то его. Следующим вылетел Никита Кошаев. Здесь. Потом Ваша вылетел. Дима Кузькин, Эрик, в финале у нас встретились. И Леха Шурыгин, и победитель сегодняшний Степа Фанки. Мужики, спасибо вам большое. Спасибо, Федор. Сегодня было ваше знакомство с новичками «Амкала», но я уверен, что вы об этих ребятах еще много узнаете и много услышите. Мужики, большое вам спасибо за вычастие. У вас за просмотры. Увидимся на канале Федос. Пока.